доброй ночи дорогие друзья доброй ночи пользователи канала сегодня вторник 30 августа 22 года я вас приветствую с брюсселя и продолжаем говорить о политике сегодня хотела бы поделиться с вами сенсационными новостями которые пришли из туманного альбиона от британских акул пера надо сказать что эти новости были настолько сенсационная что у меня стали чрезвычайно быстро и даже стремительно распространяться в англосаксонской прессе я уже видела статьи в уважаемой вашингтонской газете the hill который утверждает что в опале могущественный министр обороны российской федерации сергей шойгу и это опала определенно приведет к его отставке именно об этом напишут британские журналисты опираюсь на доклады разведки которые утверждают что президент глубоко разочарован в деятельности министра обороны он разочарован вдвойне потому что там это был не просто министр это был его друг они вместе проводили время как вы знаете они ездили в тайгу и президенту нравилось проводить время с шойгу это не мудрено потому что шойгу чрезвычайно оптимистичный человек он всегда способен видеть положительную сторону в тех иных явлениях он человек который всегда работает с энергией энтузиазмом и так далее но те же самые черты характера которые вознесли вот так высоко в жизни то есть то что он нравится днем людям людям эти же черты и обусловили его стремительное падение хотя нельзя сказать что очень стремительно и потому что после полугода наступательной операции на украине стало понятно что он не может возглавлять министерством потому что то что происходит приводит к провалом и к потерям человеческих жизней то есть его руководство было крайне неуспешным и даже драматически неуспешным и провальным надо сказать что с самого начала он подвергался колоссальной критики российского офицерства которые хотели бы видеть другого человека на этом месте то есть они хотели бы видеть военного на этом месте который разбирается военном деле они строителя который военном деле не разбирается но дело даже не в этом дело даже не в том что он строитель а в том что он был склонен к внешним эффектам замалчиванию проблем и как бы сказать это побежливо чтобы не использовать слова пачка втирательства и к тому чтобы производить эффект на руководство то есть он большой любитель пиара и этот пиар конечно его в данной ситуации погубил потому что причин для пиара и оптимизма и очень много было слишком много провалов за эти полгода надо сказать что генералы утверждают что через две недели закончится первый период этой кампании то есть эти полгода завершаться потому что начнется период дождей на украине наступательные операции будут невозможны из-за того что бронетехника не может идти по этим полям то есть безусловно военная ситуация будет оставаться прежней в том плане что он будет экономическая война будут авиа удары будет информационно-психологическая война то есть конфликт будет продолжаться но в других плоскостях и соответственно как окончание первого мало удачного периода этой военной кампании расстанется своим на портфеле министра сергей шойгу почему путин не хочет сейчас этого делать британцы утверждают что он не хочет чтобы это было воспринято так как это должно быть воспринято то есть как провал в работе министра и соответственно будет ждать удобного момента когда будет некая положительная фаза в наступательной операции или когда будет период каникул когда внимание публики будет сконцентрирована на других темах и объектах и тогда соответственно эта отставка произойдет д юре то есть юридически настоящий момент фактически шойгу отстранен я подчеркну так утверждает британская разведка и соответственно путин опирается в своей деятельности как главнокомандующий на доклады двух боевых генералов лапина и суровикина лапин и суровикин пожалуйста запомните эти имена потому что эти люди которые реально формируют стратегию на фронтах и от их решений зависит также и внешняя политика российской федерации президент им доверяет и соответственно он объявил шойгу о том что он опирается в своих решениях на доклады этих двух военачальников которые не скрывают от него существующих проблем что чрезвычайно важно и предполагается что следующий период конечно будет в корне иным чем тот который был до этого то есть путин должен искать другого министра обороны военные хотят видеть человека с военным опытом возможно это будет один из этих боевых генералов возможно это будет лапин или суровикин возможно кто-то другой но в любом случае президент будет искать среди генералитета который не боится ему говорить о проблемах который не скрывает правды которые не занимаются очковытирательством это то чем занимался шойгу по словам российского офицерства то есть офицеры были им очень недовольны и соответственно это грандиозная уступка то есть это даже вынужденная уступка не который президент делает сейчас к сожалению достаточно поздно потому что жалобы на шойгу от офицерства поступали значительно ранее он не обеспечил логистику на должном уровне потому что знаете что современная армия это на 80 процентов а можно 90 логистика то есть он это не мог обеспечить и к тому же конечно стиль российского министерства обороны морально устарел то есть это ходоки за скрепками как их называют у них так называемый групповой менталитет они еще любят собрание совещание конечно по сравнению с ним противниками до пентагона смотрится весьма выигрышно потому что 70 процентов людей которые работают на пентагон это подрядчики не все движется достаточно быстро потому что у них есть образованные чиновники есть подрядчики и соответственно подрядчики очень заинтересованы в том чтобы сохранять эти заказы и получать новые поэтому они работают быстро и активно и поэтому пентагон конечно выигрывает в плане динамики в плане принятия решений в плане эффективности своих действий и судя по всему то же самое будет происходить сейчас и в российском министерстве обороны будут произведены различные изменения которые мы должны по идее обеспечить функциональность российских вооруженных сил эффективность в операциях которых до сих пор не было и потому что жаловались на все буквально все включая полевую кухню что вооруженные силы должны сражаться голодными и так далее и тому подобное если хотите мы об этом поговорим потому что про шойгу уже не ходит целый эпос и соответственно особенно негативно было то что он делал вид что все хорошо и занимался скульптурой вы знаете он большой любитель деревянные скульптуры я тоже за деревянную скульптуру за то что пилить лобзиком свободное от работы время я сама бы с удовольствием попилил лобзиком деревянные скульптуры но конечно это не тот момент и соответственно его в определенной степени беспечность или тот имидж беспечного и счастливого министра который он пытался изображать был весьма неудачен и он закончился фактически его опалы его опалы я еще раз повторюсь опалы видимо уже определенные то скорее всего не получит никакого другого портфеля потому что президент лично в нем разочарован потому что он слишком доверял и он считает что это был в определенной степени обман доверия так пишет британская разведка это ваше дело доверяться им или нет мы увидим насколько верны их предсказания насколько верны их доклады я надеюсь что это писал не господин кристофер стил но это шутка мои подписчики знают что я имею ввиду я надеюсь что это было вам не безинтересно если да пожалуйста не забывайте ставить лайки писать слова благодарности блогеру я веду этот блог не для себя для вас я также хотела поблагодарить всех тех кто пишет обширные комментарии и конечно отдельное грандиозное спасибо всем тем кто делает донаты моему каналу на развитие я благодарю вас за ваш элегантный жест и надеюсь что вы также примете участие дискуссии спасибо всем пока